Зашел туда, там порала баба эта. Я пошел на свои рабочие леса, через полчаса где-то подъехал шурф и подошел, сказал, что самоволь слышал, тыры опоры и все. Огорчило сознание того, что что после этого будет дальше. Обрадовало, когда я встал в 10 часов и понял, что мне никогда не надо идти. Следующая песня, Великий Отечественная война. В принципе, нормально, но че? Че здесь? Че здесь? Че здесь? Че здесь? Женщина. Вот. И... Ну вас тогда еще не было. Были группы, вы знаете, хиппи. Я к ним как-то относился не с понятием Понимаете? Конечно, он быдло Ну, в молодости А сейчас-то я уже старый, седой Я только знаю с ее слов Ваше движение Оно Ну, какое-то такое особое Я правильно говорю или неправильно? Правильно он говорит или неправильно Наверное Ну, конечно У вас своя музыка Это естественно Ну, свои мелодии Правильно? Я говорю А к вашему движению я отношусь В принципе-то положительно Потому что у вас Я не знаю точности программы этих Но Ну, какие-то в каждом движении что-то свое есть Вот И поэтому В вашем движении Я считаю, что вроде все положительное Иди спать, ле Вот он только меня понимает Вот она ему говорит, ему пофиг А он меня понимает Душа друг к другу Душа друг к другу Режит Душа духа алкоголя Правильно? Я не алкоголик, Таня Начинаешь? Нет, я не начинаешь В молодости В молодости, да Когда-то Слушай, смотри Вот я вот тут начинаю играть Где мне заканчивать? Ну, начинай так Кто-то вы потом Смотри Откуда потом? Я хочу, ну, дальше Слевая песня Как это сейчас Я хочу сделать В голове Как мне дальше Начинать Не надо, чтобы на другой Дисон Прошу А как Намinet Если будет Патандарльность Не надо В интернете Прошу Как Путин Сейчас Начинаешь Викоколит Иди Вот Первый Да Витик Да Витик Да Откуда Инститив Нет Витик 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 Вошел на обстановку, постоял, сел в автобус, проехал минут 15, не понял, что он туда ел. Вышел оттуда, перешел дорогу, подождал автобуса, чтобы поехать обратно туда же. Доехал, вышел, сел на другой. Приехал, зашел к Васе, он спал еще, его брат был, с братом чуть-чуть поговорили, а то он пошел домой. Сказал, матерь. Вы напрягаете оба. А ты нас уже давным-давно напрягает. И что нам теперь делать? Тихо, тихо, тихо. Не пройдет и немножко времени. Мы все это мешаем кому-то? Мне мешаете, да. Ну ты скажи, чем мы делаем. Вот, чем. А у него внутри, это Игорь Владимирович вылезает из него. Такой же тупой, как и это бывшее отчим. Ку-ку. Трупсов-таморал. Абаденево-нерва. В 95-й, 96-й Нирвана мода была. Ну, я как бы из глубины иду. В 98-й, 99-й Фродиджа была мода. Я имею в виду моды, то, что все как бы, то есть, в классе 30 человек в школе, 20 слушают именно это. И то же самое сейчас с антифашистскими, снехедами. Знаешь, то есть, фашисты становятся антифашистами, причем не соображая об этом, блядь. То есть, они могут сказать легко, знаешь, блядь, мы ненавидим хачей, то есть, ну, Чубанов, то есть, ну, меня, грубо говоря, там, из Грузии, из Осетии, там, людей, то есть. Не, можно я скажу? Грубо говоря. И при этом мы шарпытались, блядь. Ну, то есть, такая мода пошла уже совершенно тупая, блядь. Непонятная, блядь. То есть, им кто-то когда-то говорил, типа, хачи, типа, это плохо, надо Русь восстанавливать, Великую Русь, хачи, надо пиздить. Три года они ходили, пиздили. До 20 лет выросли, им говорят, нет, надо весь Кавказ объединять, для нашей Родины это будет хорошо. Не, не, им так никто не говорил, нихуя с тобой сейчас не соглашусь. Просто из Европы пришло мнение, блядь, не мнение, а просто пошла мода шарпский хэд, шарпский хэд, знаешь, там, традиционский хэд. Потому что Путин, когда надо было им прийти к власти, он сказал, типа, фашизм это клёво, чё, блядь, хуйня, я, типа, очищу. Как было, чтобы Путин пришел к власти? Он хотел сделать закон, что сюда не будут приезжать, приезжие. И все на это провелись. Ну, здесь, мой подъезд. Здрасте. Здрасте. А, здравствуй. Мы тут это, вам не мешаем, посидим немного, ладно? Да вроде вас не слышно. Это что у вас, кинокамера, что ли? Ну да. Мы тут это, вот, минерал купим. Минерал купить. До свидания. Спокойной ночи. Суббой. Спокойной ночи. Из малообеспеченных семей, да? Ну, из разных семей. Видишь, я сама натура... Из малообеспеченных семей, лишенная комсомола, пионеров, воздействия в общество какого-то... Нет, это я такие... Это семечка, высаженная в каменистый грунт, а в каменистом грунте она будет искать, как вылезти ей на свет. Вот один из способов... Это мое мнение. Нет, тут в одном, знаешь, в одно и то же время, совершенно... Речь идет не о твоем конкретном внуке, а о явлении. А так и должно быть, да? Что-то не может помочь. Вот. Вы искус. Мне кажется, без этого он все равно...